вы произнесите потому что черное на красном с моим зрением через ваше завтра у вас ведет прием ивкин сергей викторович можно к нему записаться я буду с правозащитником записывайте мамаев владимир 8 921 6 шестерок 1 подскажите на какое время подойти будет ли завтра сергей викторович на месте подождите вы сейчас что у него спросите можно ли мне подойти да как как вы запись ведете не знаете времени вас информация о том что в 12 давайте в 12 часов до в 12 00 24 ноября куда подходить 25 ноября спустится да все спасибо большое позвоните пожалуйста если вдруг возникнут какие-то вопросы дмитрий павлович здравствуйте еще раз по поводу холодильника только 5 минут доехал смотрите что я выяснил значит материал проверки который у нас будет проверку сейчас на 5 часов процентов прокурора на 30 суток так как не были выполнены все указания прокурора значит после того как будут выполнены указания прокурора материал будет передан в отделение так а продлен он с какого периода на 30 суток и это то есть до середины декабря он продлен или как я что-то не совсем понимаю это соки это и это значит что будет делаться до этого декабря чтобы было это потому что я поручил участковым если часто устраивать недостатки занять прокурору выполнять которые прокурор указал на выяснение первого основного материала после того как он что устранит материал будет передан в дознатель для принятия в его решение будет дознатель разбираться а то есть мне получается в любом случае еще месяц без холодильника жить то есть это будет уже 33 месяца как я живу без холодильника а как мне вот этот номер участковых как какой который там все вот вершит судьбы людей как мне его не знаю что она достоевского 9 находится до конец самый главный участковый вы мне не про молодого человека говорите который у нас там сидит на этом опорном пункте это он там по моему даже не сидит а главный который распределяет вот это вот все главное как мне к нему попасть нету я Смотрите, вы знаете, как больше записаться, чтобы не выходить из дома, позвоните по телефону 40, 60, 70 дней. Это наша канцелярия, вам там подсказывают, когда он принимает драку, и больше тут какой-то записаться. В этом день, соответственно, почаса там приедутся, и как-то ускорить процесс сожжения процесса, потому что он дадут указания этому чувствованию, по-моему, где я заняться, и все остальное. Потому что они, видите, мне не подчиняются, они подчиняются именно начальнику участковых. А вот это вот всю информацию, это вы? Говорите. Вы вас просто очень, как бы, вы прерываетесь, не совсем понятны некоторые слова. Может, у вас связь плохо ловит или какой-то это? А что вам? Вот вы, вот эту всю информацию о том, где наши материалы находятся, это вы у кого все узнали? Я узнал, что у руководителя участковых. Потому что я сегодня с ним встретился, он мне объяснил, что как и почему. Если материал пройден, то все равно вы увидели на связку. Еще раз, куда? Если материал пройден, то я материала не не знаю, я не знаю, друг от друга, что под этим материалом. Они находятся на исполнении участкового. То есть материал продлен, кем продлен? Прокуратурой. Прокурором от громадского округа продлен по 35 суток. То есть, смотрите, у меня 1 ноября отменили предыдущий отказ. Правильно? Вот. И направили в ваш адрес документы для пересмотра. Продолжение дополнительной проверки. Да. Как они, эти материалы, прокурором снова продлились? В связи с тем, что у нас с законом определен конкретный срок проведения дополнительной проверки, для того чтобы устанавливать прокурору. Участковый, по-видимому, не смог в установленные сроки провести те или иные мероприятия. И в связи с тем, что мы самостоятельно сроки данной проверки продлить не можем, было перед прокурором вычислено хозяйство о продлении сроков, которые им были установлены, до 30 суток. А, иными словами, вы просто пробалбесили все сроки, и поэтому вам еще раз продлили на 30 суток. Правильно я поняла, если русским языком? Да. Яско всего, яско развиваю, что так, да. Ага, все, теперь я понятна. Тут так много умных слов, а Сути так и не поняла. Ладно, теперь мне понятно. Вы просто продлили сроки проверки. Ага, а 22 числа, получается, все это продлилось еще на 30 дней для того, чтобы вы все-таки выполнили пересмотрение вот этих всех материалов, да? Вы выполнили указание прокурора, которые были им указаны в постановлении об измене, в законоплении об отказе в рассудении было у нас дело, которое было вынесено по вашему первому обращению. То есть, видимо, как ПИТО указал проведение таких мероприятий, но установленный срок, что он не успел, не смог, не дошел, не приехал, ну, я не знаю, что он поступил. И в связи с этим, опять, пока ответили с прокурором, то вы продлили срок, чтобы принять уже обоснованное решение к вашему обращению. Ага, а я насколько помню, что... Так, а получается, разве может участковый вынести какое-то решение о том, что действительно нужно возбудить уголовное дело? Разве он может это сделать? Мне просто... Возбудить уголовное дело нет. Учисковый может принять решение об отказе возбудения уголовного дела. То есть ему, наверное, именно за этим туда и отправили мой материал, чтобы он мне снова вынес отказ, да? А сейчас он обратно, скажем так, готовил постановление, приехали к прокурору. Прокурор отказался с материалом. Скорее всего, увидел, что там ни черта не сделано. И установил срок, по исчению которого должно быть принято законное обоснованное решение. Но сейчас, я так понимаю, я вам не могу, что, как я так сказать, что там все это сделают. Но, по крайней мере, устранят все недостатки, которые возглавил прокурор, и потом от себя уже будут передавать воздействие возникания. Вот сознание может возбудить уголовное дело. Ага. То есть, как бы еще, типа, не все потеряно? Еще не все потеряно? Вы так мне хотите? Я говорю, еще не все потеряно? Вы мне об этом хотите сказать? Что еще, в общем-то... Ну, понимаете, вот, понимаете, вот вчера тоже с Владимиром Владимировичем мне вот, кажется, так вот, внуково меня тыкали. Я обещаю, что я замечу, понятия не имею, что там ничего не тратворится вообще. Как они работают за тем, не тратворятся, как говорится, все остальное. Мы берем, знаете, мы дорегитрировали ваше обращение. Все, мы его передали исполнительность. А как можно ознакомиться с тем, что там прокурор им написал? Материал, это вам еще, а, что прокурор написал? Да. Ну, я так думаю, что нет, а вы примете, посмотрите, пожалуйста, ознакомиться. Мне, что, повторите еще раз? Материал, это материал находится не у дня. Материал находится, когда вам упрощит, ну, я даже не знаю, я вам уже опять написал заявление о ознакомлении с материалом и проверке, и тогда уже, как бы, вам этот материал ознакомят. И вот поручат офискутому, который с вами встретится, там, либо на офисном пункте, либо проверка сфиксировал и сделал, и, как бы, ну, вам доставит необходимую информацию. Какие-то мы возглавленные прокуроры, я не в курсе. Я материал, даже, смотри, там, мне, как бы, ну, это не надо. Угу. Я, почему, вы, почему, это у меня сейчас попросили, я вам сообщаю, это такой стадии, называется, проверка. Угу. Срок проверки по стране естественных факторов, в курсе, по прокурору, они будут, они там будут визжены возглавленные подозначения для принятия профессуального отношения. Угу. Вы, если вы возглавите его владел, либо высказываете владению головного владела. Там же будет сознательно, смотрите, когда они профессуали. Угу. Ладно, ну, так. Ну, так, а, смотри, Липа, вот, я вам ознакомлюсь, на 5-й случае, он говорит, если вы хотите, чтобы это, как-то, ну, и то, что, ускрутилось, мы вам организованным начальником дисковых разъяснили, там, какие-то, как могут быть указатель, прокурор, и, там, что-то. Вы позвайте в наши канцеляты 40, 50, 73, уточните, когда принимаетесь участковое, граждан, значит, каких участковых, боевозавестителей, и запишите к нему на прием. Ну, вот на завтра я уже записалась к вашему... Вы там укажете, вы там укажете, что суд своего обращения, и, так сказать, что он не требует материалу слова, и там он будет смотреть, объяснять, и это, ну, дальше разбираться. Такая система вообще просто, ну, потешная. Да, это, конечно, система, которая посещала, она вот такая вот, что-то делать, ее и мы придумали. Мы только их упоминяли. Вот, поэтому я так вот отцеплю. Если вам, конечно, пришлось позвонить, на скаркетляре, напишите, что-то и... Ну, завтра я пойду к вашему... Завтра я пойду к вашему... Сейчас скажу... К Ивкину Сергею Викторовичу. Это начальник отдела дознания. Мы... Ну, что? А вы, значит, на прием идете? Да, завтра мы к нему пойдем на прием, потом мы пойдем на прием, когда на декабре... Когда на декабре выложат график, потому что у вас же он выкладывается не заранее, а прям с, видимо, первым декабрем. Вот. Мы пойдем к следующему. То есть декабрь мы будем ходить плодотворно к каждому начальнику. Сергей Викторович Викторович Викторовича это начальник отдела дознания. Вы можете описать, рассказать, что я знаю, он в куче-куче этого материала там, либо что. Просто, когда материал будет полностью наработан, его будет отрасли, но пока я думаю, что ты его не знаешь. Ну, в любом случае, такие должности не занимают безграмотные люди. Ну, это само собой, конечно. То есть для них же еще нужно дослужиться? Конечно, конечно. То есть все опять замыкается на участковом, который наверняка работает второй или третий день, или последний второй или третий день, как в прошлый раз. У нас таких молодых сотрудников-то нету. Все они там. Все остальные, они уже такие буквы-менее образные. Ну, я вот сегодня увидела, что на Достоевской 9 у нас появился новый участковый. Молодой, да, молодой парень. Я вам подскажу, я не в курсе. Кто-то у них земли обслуживает, кому-то кто-то очень много народу не потаит, и они обслуживают, там, взять, поставить участков. Ладно, хорошо, Дмитрий Павлович. Я вам. Я вот как-то вас немножко удовлетворил, вот чуть-чуть-то. Ну, как сказать, вопрос-то все равно с места не сдвинулся. Холодильника как нету, так пока и не предвидится в ближайшее время. Я вам обещала, я вам, этот, чтобы просто не было подкум, ну, скажем, так, про мне претензий, что-то там набрал, там, или на колокольку, или там, я вам рассказываю ситуацию, как она вот есть, но на следующем месте, как она будет продвигаться дальше, и я вам пойти здесь не могу. Что там будет, как там не будут заниматься, потому что это не мои подчиненные, это, это, скажем, с другого, с другого, с другого отделения. Угу. 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 Хорошо, ладно, все, Дмитрий Павлович, спасибо вам большое. Да нет, нет, если бы что-то было бы, как так, вашу пользу, я не думаю, какой-то результат был положительный, тогда было бы, спасибо, а сейчас уже, что-то так происходит. Ну, пока вот на протяжении двух месяцев никакого результата в мою пользу не происходит. Я вас прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. Но тем вот, я бы не исполнил, если бы не руководитель, поэтому я вот только так, по-моему, смог бы из них. Угу. Все, спасибо вам большое, пока что за, пока не за что. До свидания.